Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Галатам 3 Мы затронем тему, которую нам очень важно помнить. На этом служении мы обсудим три вещи, и важно, чтобы вы это по-настоящему усвоили. Я получила это слово однажды вечером во время одного из служений исцеления, которое мой муж проводил здесь в церкви. В конце служения он сказал мне, «Ты получила что-то от Духа Божьего». И я вышла и поделилась тем, что было у меня на сердце. И в тот вечер Бог назвал нам три вещи, которые открывают двери для болезней и немощи, или просто для поражения в жизни верующего. Конечно, есть и другие двери, но эти три вещи Бог выделил. Поэтому я хочу затронуть их сегодня утром. Потому что, когда Дух Божий дает нам что-то конкретное, нельзя это упустить или отнестись к этому легкомысленно. Необходимо это акцентировать. Галатам, 3 глава, начнем читать с 13 стиха. «Христос искупил нас от проклятия закона». Как Он это сделал? Следующая фраза. «Сделавшись за нас проклятием». Он занял наше место в поражении, неудаче, проклятии, которые принадлежали человечеству. Иисус занял наше место, понес это на Себе, чтобы нам не пришлось на Себе это нести. Это значит, вы свободны от всех без исключения проклятий. А так часто люди боятся, напуганы, если слышат, что кто-то наложил на них какие-то проклятия. Если вы христианин, никто не может наложить на вас никакое проклятие. Оно просто не сможет на вас лечь. Оно не сможет остаться. Так часто слышна фраза «наследственные проклятия». Вы искуплены от проклятия закона. Вы больше не под наследственным проклятием, как только вы родились свыше. А люди начинают так мыслить, потому что они говорят, «Ну, я видел, как дьявол исполнял свой план в жизни моего дедушки, в жизни моего папы, в жизни моего дяди, и теперь это пытается прицепиться ко мне». Это не потому, что вы находитесь под проклятием, а потому что дьявол действует шаблонно. Аминь. Бог тоже работает согласно закономерностям. В Писании можно часто видеть, как Бог работает с кем-то по какой-то модели. Посмотрите на жизнь Иосифа, не настоящего отца Иисуса, его земного отца. И мы читаем, как ангел периодически являлся Иосифу и говорил, что делать с Иисусом и его матерью. Мы видим модель общения Бога с ним. И раз Бог использует модели действия, дьявол всегда имитирует Бога. У дьявола нет творчества, нет ничего оригинального. Все, на что он способен, это имитировать то, как действует Бог. Бог работает с вами по какой-то схеме. Аминь. И если вы научитесь распознавать эти модели действия, это пойдет вам на пользу. Но и дьявол, поскольку он имитирует Бога, тоже будет действовать против вас по определенной схеме. Но вы не под проклятием, потому что вы искуплены от проклятия. Если же вы начнете мыслить неправильно и неправильно говорить, вы можете открыть дверь для дьявола. В Ефесянам 4.27 сказано, и не давайте место дьяволу. Итак, мы искуплены от проклятия, но если вы мыслите неправильно, если вы говорите неправильно, вы можете открыть дверь для атак дьявола. Это не значит, что вы возвращаетесь под проклятие, это значит, что вы открыли дверь. Если вы открыли дверь для дьявола, вы можете закрыть дверь для дьявола. Аминь. Не впадите в неправильное мышление, считая, что кто-то может вас проклясть, или дьявол может вас проклясть. Если вы правильно мыслите и понимаете, что вы искуплены, ничто такое против вас не работает. Аминь. Спасибо Богу, мы искуплены. Нам не нужно пытаться стать искупленными, мы уже искуплены. потому что Иисус занял наше место. Аминь. Прочитаем снова Галатам 3, 13. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Когда Иисус занял наше место в проклятии? Когда Он был на Голгофе». 14 стих. И вот почему Он это сделал. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Итак, вы были искуплены от проклятия. Для чего? Чтобы ввести вас в благословение. Благословение Авраама на вас. Аминь. Перестаньте говорить о том, что идет против вас, и говорите о том, что на вас. А на вас благословение. Вы благословены. Аминь. И когда приходит противостояние, говорите к Нему. «Скажите, ты не можешь войти, потому что я уже покрыт благословением. Я уже под благословением». Аминь. Вам нужно осознать, что мы искуплены от проклятия закона. А поскольку мы искуплены от проклятия закона, наши жизни не должны выглядеть как жизни неспасенных. Неспасенные сталкиваются с болезнями, немощами, нищетой, недостатком, мучением, подавленностью, угнетением. Почему? Потому что они находятся под проклятием закона. Но мы не под проклятием закона. И если мы, будучи христианами, также переживаем болезни, недостаток, подавленность, угнетение, почему это происходит? Не по той же самой причине, что у неспасенных. Неспасенные с этим сталкиваются, потому что они все еще под проклятием, пока не примут Иисуса. Но с нами, свободными от проклятия, это происходит по другой причине. По какой причине мы открываем дверь? Так что нам нужно быть внимательными. Мы не можем жить, как нам заблагорассудится, и ожидать, что дверь для дьявола останется закрытой. Мы не можем говорить, что нам вздумается, и ожидать, что дверь для дьявола останется закрытой. Мы не можем пойти, куда нам придет в голову, участвовать в неправильных поступках, быть в неправильных местах, и ожидать, что дверь для дьявола останется закрытой. Аминь. Вы не вернетесь обратно под проклятие, но откройте дверь для дьявола. И это разные вещи. Как я уже говорила, если вы открыли дверь для дьявола, вы можете закрыть дверь для дьявола. Итак, Бог сказал мне, Духом Божьим, что есть три основных пути, которыми верующие открывают дверь для дьявола и попадают под атаку болезней, немощей или чего угодно другого, что он пытается навязать им. И первый путь, который я хочу рассмотреть, который Дух Божий назвал нам, откроем вместе пятую главу Марка. Марка, пятая глава. Начнем читать с 25 стиха. Марка, пятая глава, 25 стих. Первый путь, которым верующие открывают дверь для дьявола, о котором Бог проговорил ко мне в тот вечер, в первую очередь теряя свой мир. Люди не осознают, насколько важно оставаться в мире. Помните, что Иисус сказал «Мир мой, оставляю вам». Помните, прежде чем уйти с земли, Он сказал «Мир мой, я оставляю вам». Другими словами, вам понадобится то, в чем Я действовал. И Он не забрал этот мир с собой, Он оставил его нам. Аминь. Кто из вас знает, что Иисус сталкивался с большей оппозицией, чем кто-либо из вас? И Он пребывал в абсолютном мире. Он не мучился, Его жизнь не была мрачной, Он не был в депрессии, Он не был загружен, Он не жил с ощущением бремени от того, что Он делал. Он жил в совершенной радости и мире. Хотя Он и сталкивался с противостоянием, оно не проникало в Него. Почему? Потому что Он позволял тому миру, что в Нем, течь наружу. И поскольку поток мира был настолько велик, ничто другое не могло пробраться в Него. Аминь. Так Он жил, и так Он предназначил нам жить. Если ваш разум мучается, терзается, вы живете ниже, чем Иисус вам предназначил. А Он сказал, «Мир мой, оставляю вам». Затем Он также сказал, «Мир ваш, никто да не отнимет у вас». Заметьте, люди будут пытаться его отнять, ситуации, обстоятельства будут пытаться отнять у вас то, что Он вам оставил. Но вам понадобится ваш мир, чтобы оставаться здоровыми. Вам понадобится мир, чтобы оставаться в потоке преуспевания. Аминь. Позвольте мне провести разницу. У вас есть мир с Богом. Вы рождены свыше, и у вас есть мир с Богом. Аминь. Вы не враг Ему, вы в мире с Ним. Вы можете иметь мир в Своем Духе, и при этом ваш разум может быть встревожен и мучиться. Иисус предназначил вам иметь мир в Духе и в уме. Нам нужно научиться умело сдаваться миру, который Он нам оставил и который находится в нас. Мир – это плод Духа, который вошел в вас при рождении свыше. В вас прибывают девять плодов Духа, и мир – один из них. Это не просто приятное чувство. Это сила. Аминь. И нам необходимо увидеть, что мир – это часть вашего исцеления. И я хочу прочитать место Писания, говорящие нам об этом. Марка 5 глава, и мы начнем читать с 25 стиха. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. «Женщина, в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни твоей». Заметьте, Он не сказал «иди в исцелении». Он сказал «иди в мире, и будь здорова». В расширенном переводе 34 стих говорит, что Иисус сказал ей, «Дочь, вера твоя, твое доверие и уверенность во мне, происходящие из веры в Бога, восстановило твое здоровье. Войди в мир». Послушайте это. «Войди в мир, и будь постоянно исцелена и освобождена от твоей мучительной физической болезни». Обратите внимание, недостаточно получить исцеление, нужно сохранить свое исцеление. Она получила свое исцеление в тот день, но перед тем, как она ушла, Он сказал ей, как его сохранить, оставаться в мире. Из этого можно понять, что, возможно, именно так она изначально открыла дверь для болезни. Начала ли она волноваться? Начала ли она бояться? Как мы теряем мир? Иисус в тот вечер сказал мне, через волнение, страх и сомнение. Эти вещи украдут ваш мир. Он сказал ей, «Войди в мир, и будь постоянно исцелена». Заметьте, Божий поток может постоянно течь, пока вы остаетесь в мире. Выходя из мира, вы прерываете постоянный поток. Поток в нашей жизни не должен быть прерывистым. Мир не должен быть чем-то случайным, что мы временно посещаем. Он должен быть постоянным потоком. За два года до того, как мой муж ушел домой Господу, Дух Святой уже готовил меня. Кто из вас знает, что Дух Святой утешает нас также через подготовку? И одна из вещей, которые он сделал, чтобы подготовить меня к тому времени, за два года до ухода моего мужа домой, Дух Божий сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир». Имел ли он в виду больше ничего не делать? Нет. Просто на этом был акцент. И что же я делала в последующие два года? «Как выглядела практика мира?» Я уделяла внимание каждой мысли. Я внимательно смотрела, чему я позволяла прокручиваться в моем разуме. Это называется позволить вашему духу господствовать, а не вашему разуму. Это называется не спровергать замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленять каждую мысль. Послушайте эти слова. Они находятся во втором послании Коринфянам, 10 главе, 5 стихе. Пленяем каждую мысль. Это значит, вам нужно быть внимательными ко всему, что вы запускаете в свой разум. Иначе недостаток внимательности станет входной дверью для дьявола. Многие позволяют своему разуму просто блуждать, касаться разных вещей, совершенно не обращая внимания на то, каким мыслям они предаются. Некоторые размышления могут стоить вам больше, чем вы можете себе представить. Например, «Я так волнуюсь о своих детях!» Лучше не надо. Делайте все, что от вас зависит, но не волнуйтесь о них. Аминь. Как узнать, что вы о чем-то волнуетесь? Вы думаете об этом. Если вы об этом думаете, вы открываете дверь для атаки дьявола. Бывало, и я вспоминаю особенно один случай, это на самом деле называется «жить в духе». И вы можете войти в такой поток мира, это поток Святого Духа, это поток хождения в духе. И помню, однажды я была в поездке, проповедовала, и мне пришлось столкнуться с одной ситуацией в тот день. И я заметила, что начинаю волноваться в своем разуме. И я спросила, «Бог, как я вышла из состояния мира?» Он сказал, «Ты начала прокручивать это в своем разуме, касаться этого на умственной арене». Он сказал, «Когда ты затрагиваешь что-то на ментальной арене, ты просто открываешь дверь врагу, потому что разум – поле битвы дьявола». Пребывать в мире значит оставаться в своем духе, не переходя на арену разума, не входить на арену, мне нужно с этим разобраться. Можно я так это скажу? Не входить на арену размышлений. Но я всего лишь думаю об этом. Да, об этом я и говорю. Думайте, где я возьму деньги. Думайте обо всем этом. Вместо того, чтобы обратиться к своему духу и прибегнуть к гению, святому духу в вас, и позволить ему руководить вами. Послушайте, если бы вы сами могли во всем разобраться, зачем вам спасение? Вы не могли разобраться. Ваша помощь, ваш ответ, ваш выход – вы не можете во всем этом разобраться. Оставайтесь в мире, и пока вы будете оставаться в мире, дьявол не сможет проникнуть в эту ситуацию. Вы когда-нибудь замечали, что когда вы волнуетесь, вы перестаете слышать Бога? Когда вы боитесь, вы пытаетесь за что-то ухватиться. «Я не могу услышать Бога! Я ищу направление!» И вы впадаете в панику. Почему? Потому что Бог не говорит в волнении. Вам нужно выйти из волнения, чтобы услышать, что Он говорит. В чем Он говорит? В мире. Поэтому Иисус сказал, «Мир мой оставляю вам, и никому не позвольте его у вас отнять». Ни люди, ни обстоятельства не должны его у вас отнять. Если вы останетесь в мире, вы будете способны слышать Его, слышать Бога. Когда вы покидаете мир, выходите из мира, вы перестаете слышать. «Послушайте, я была в таком состоянии, когда впадаешь в панику, потому что не способен слышать. Мне нужен ответ, и я не слышу». И ты все глубже погружаешься в это осознание и волнение о том, что ты не слышишь, и, наконец, меня осенило. Надеюсь, и вас тоже осенило, но меня, наконец, осенило. Я перестану волноваться о том, чего не знаю. Вы можете волноваться о том, чего не знаете, и открыть дверь для дьявола, чтобы мучить ваш разум. Поэтому, Отец, я доверяю тебе, что ты введешь меня в нужные мне знания. Это называется оставаться в мире. Я сказала, это называется оставаться в мире. Храните свой мир. Позвольте немного поговорить с вами о семье. Иногда у людей проблемы дома, какие-то проблемы с браком. «Ну, мой муж неправильно ко мне относится, моя жена неправильно ко мне относится». Ну, даже если человек пытается лишить вас семейного счастья своим плохим поведением, не отдавайте ему еще и свой мир. Никому не позвольте отнять его у вас. Как бы кто с вами не обращался, храните свой мир. Вы не обязаны отдавать свой мир. Хочет человек быть в плохом настроении, чтобы с ним было тяжело жить, пусть делает это в одиночку. А вы оставайтесь в радости, оставайтесь в мире. Не переходите в состояние, в котором он живет. Оставайтесь в потоке, предназначенном вам Иисусом. Что это за поток? Это поток мира. И Иисус сказал этой женщине, как оставаться исцеленной? Оставаться в мире. Войдете в волнение – откройте дверь для дьявола. Войдете в страх – откройте дверь для дьявола. Войдете в сомнение – откройте дверь для дьявола. Аллелуя! Итак, чтобы оставаться в потоке Божьем, нужно оставаться в мире Божьем. Этот поток Он создал. И если вы вне мира, вы не ходите в духе, и вы не услышите, что у Бога есть для вас. Позвольте вам сказать, никогда не отправляйтесь спать в беспокойстве. Никогда не засыпайте без мира. Потому что если вы заснетесь тревожным разумом, пока вы будете спать, это будет набирать обороты, и разбудит вас посреди ночи, и будет разрастаться, и вы проснетесь с еще большей проблемой. Аминь. Поэтому Бог сказал мне, что это один из способов, которым мы открываем дверь для дьявола. С потерей мира нельзя шутить. Мир – это не просто что-то, что немного облегчает вам жизнь. Мир – это то, что держит закрытой дверь для дьявола. И я вам скажу, так важно нам держать эту дверь закрытой. Потому что с тех пор, как Бог искупил нас, Иисус искупил нас, Он не может за нас держать эту дверь закрытой. Он выполнил свою часть, искупив нас. Наша часть – держать эту дверь закрытой для дьявола. Аминь. Избавьтесь от дурной привычки волноваться. Позвольте мне еще кое-что добавить. Чтобы избавиться от дурной привычки волноваться, вам придется также избавиться от дурной привычки драматизировать. Потому что любители драмы не успокоятся, пока все вокруг себя не взбудоражит. Позвольте сказать вам, что делает мир. Мир расставляет все обратно по своим местам. Любители драматизировать все переворачивают вверх тормашками для эффектности. Все преувеличивают. Подливают масло в огонь. И огня-то уже нет, а они все подливают. Почему? Потому что таким людям нравится внимание, драма. Но вам придется отказаться от мира, чтобы так поступать. Бог не будет играть в эти игры. Ну, вы не понимаете, просто нас так воспитали. Иисус дал вам лучшую систему. Слава Господу! Как насчет того, чтобы когда вам кто-то о чем-то сообщает, вы принесли мир в эту ситуацию? Мне нравится, что брат Грэнт однажды сказал, вы можете к костру поднести либо канистру с бензином, либо бидон с водой. Многим так нравится подливать бензин, потому что им нравится взрыв. Они хотят посмотреть, как что-то взорвется. И это сходит им с рук, пока дело не коснется их собственной жизни. Они не против подливать масло в огонь чужой жизни. Но когда дело коснется вас, а вы привыкли драматизировать, как только что-то возникнет в вашей жизни, вы первым делом начнете делать то, что умеете лучше всего – драматизировать. Много лет назад мне позвонил один из работников. Мы на тот момент строили здание, и это была серьезная задача. Происходило так много всего. И вот мне звонит один из работников и говорит, «Пастор Нэнси, нам позвонили из городского самоуправления. Это запретили, это запретили, и то запретили». Я сказала, «Стоп, стоп». Было слышно панику в голосе. В голосе были слышны слезы. Была слышна подавленность, страх. Я сказала, «Погоди». Бог сказал нам, что мы построим это здание. Отвечайте на все тем, что сказал Бог. Я сказала, «Остановись! Все разрешится, все устроится, все это закончится. Не волнуйся об этом, потому что Бог сказал, это здание будет построено». И он, «О, да, точно, точно». И было слышно, что? Я принесла мир вместо того, чтобы, «Боже мой, ты позвонил тому человеку, ты позвонил тому». Люди упражняются в драме. Научитесь практиковать мир. Ваше здоровье от этого зависит. Научитесь практиковать мир. Ваше процветание от этого зависит. Научитесь практиковать мир. Ваше умственное здоровье от этого зависит. Ваша победа от этого зависит. Что еще важнее? Ваша вера от этого зависит. И еще важнее. Ваше слышание Бога зависит от того, находитесь ли вы в потоке мира. Если мы представим, что этот проход – поток мира, то все хорошее, все, что от Бога находится в этом потоке. Если вы останетесь в русле этого потока, то здесь исцеление, ответы для вашей жизни, преуспевание, победа над противостоянием. Здесь Бог говорит, вы способны Его слышать, здесь ответы, здесь все хорошее для вашей жизни. Но если вы переберете сюда, в поток волнения, в поток драмы, в поток умственных попыток во всем разобраться, в поток «я просто об этом думаю». Ничего из того, что есть в том потоке, нет здесь. Все, что дьявол с удовольствием принес бы в вашу жизнь, находится в этом потоке волнений, в этом потоке страха, в этом потоке сомнений. Приходят ли волнения? Конечно, приходят. Приходит ли страх? Конечно, приходит. Приходят ли сомнения? Конечно. Но отвечайте им. Говорите «страх, я отказываюсь от тебя во имя Иисуса». Говорите «сомнения, я отказываюсь от вас, я отказываюсь сомневаться». Волнения «я отказываюсь от вас, Я отказываюсь волноваться. И очень быстро возвращайтесь сюда, не разбираясь и не ища ответов. Возвращайтесь сюда, в мир, и услышьте свой ответ. Аминь. Аллилуйя. Это не тяжело, но это требует от нас внимательности к тому, что творится вот здесь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мир – это наш поток. Это то, что нам оставил Иисус. Это то, что нам принадлежит. И мы не оставим его, какие бы обстоятельства ни пришли. Вы замечали, что любое обстоятельство приходит и атакует вашу душу, чтобы выбить вас на умственную арену. Любое нападение, будь то физическое, финансовое, на ваш брак, на семью, всегда атакует разум. Потому что если дьяволу удастся затащить вас на умственную арену, чтобы вы волновались, пытались во всем разобраться, он знает, что сможет не допустить вас до вашего ответа. Но наш ответ – я остаюсь в мире. Я не волнуюсь об этом, я не думаю об этом, я не буду пытаться во всем разобраться. Я прекращаю думать об этом. Повернитесь к соседу и скажите, я прекращаю об этом думать. А теперь в другую сторону. Я прекращаю об этом думать. Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейм. Продолжение следует...